Так, ну и на кого мы будем писать обзор сегодня? Рик и Морти, 4 сезон. Точно! Да-да. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и сегодня мы вкусим немного готэмского безумия. Но нет, не с Джокером, а с его бывшей, некогда самой верной переспешницей Харли Квинн и её компанией. Да, поняв, что для Джокера важен только Бэтмен, Освободи мышонка, выкиньте обкуп. Она решает от него уйти. Всё кончено. И стать королевой преступного мира Готэма. Но кто она такая? Шестёрка Джокера? Думает почти весь Готэм в ответ. А поэтому путь становления королевой будет чуть сложнее и дольше, чем ожидалось. Но благо на этом пути проб и ошибок будут и те, кто с радостью поможет нашей безумной... Харли Квинн. Так-с, начнём с того, что если вы смотрели все старые фильмы про Бэтмена, или новые, неважно, забудьте. Тут вы взглянете на мир Готэма по-новому. И я бы сказал, что вы взглянете на него глазами Харли Квинн, Которая, как вы понимаете, видит его чутка иначе. Супергерои в этом мире не то чтобы плохие, они придурковаты. Всё время забываю рот закрывать, когда сквозь стены пролетают. А злодеи, в свою очередь, очень даже милые ребята. К примеру, Айви, или же Ядовитый Плющ, лучшая подруга Харли, спокойно и рассудительно. Чуваки, вы же понимаете, что это тяжкие преступления, да? Типа, вам наоборот нужно, чтобы о вас никто не узнал. Или? Нет, без или. Я дала отличный совет. Глиноликий мечтает о театре. Я вообще-то актёр. Твоя же мать. Зовут меня Глиноликий. А Король Акул довольно неплохой хакер. Подвинься, дайте-ка я взгляну на страничку. Так, вот и твоя первая проблема. Вообще нет ключевых слов. Я хакну сервер и отмечу вас везде. То есть, вы понимаете, к чему я. Вы в прямом смысле будете смотреть на Готэм глазами немного чокнутого преступника. Также вас будет ждать огромное количество камео. Как всей лиги, так и её отдельных участников. Вас, само собой, также будут ждать и злодеи. От мала до велика. Истории здесь вас также будут ждать довольно недетские. Тут вам и сексуальный подтекст, и жестокость, и насилие, и сплошной чёрный юмор. Прошу прощения, ваш друг Рупер так не хотел ударить в грязь лицом. Поэтому строго 18+. По поводу основной подачи историй, конечно, можно начать кидаться громкими словами по типу Опять эти чёртовы тренды! За феминист или мультик! И да, я соглашусь. Этот мульт про феминизм. Но, как по мне, феминизм в нём показан довольно правильно. Харли, после стольких лет притеснений и унижений со стороны Джокера, решает освободиться и добиться своей цели. Это хороший пример. Она ошибается, лажает, принимает неверные решения, но всё равно движется к своей цели. При этом она не считает просьбу о помощи у подруги или друзей парней признаком слабости. А они все с радостью помогают ей добиться своей цели. И я далеко не учёный в теме феминизма, но я за равноправие и против каких-либо притеснений. И поэтому, лично по моему мнению, Харли отлично показывает пример сильной девушки. Ориджин, который здесь не покажут. Нет, здесь будут лёгкие флешбеки из прошлого, но полноценного Ориджина не ждите. А вообще, если отдалиться от Харли, то DC выбрала шикарную подачу своего материала. Я про то, что идея бить по всем фронтам великолепна. Хотите ужасов? Вот вам ужасы. Хотите драма-мелодрамы? Вот вам драма-мелодрама. Желаете трешачка? Вот вам и трешачок. Хотите более драматического уклона? Вот вам более драматический уклон. Ну а если хотите безумной комедии, то вот и Харли на пороге. А тут ещё и Старгёл, и Корпус Зелёных Фонарей, и ежегодные мульты от DC. В общем, каждый найдёт что-то для себя. Такая же подача, и я правда могу ошибаться, так как сериалы ещё не вышли, в скором времени ждёт нас и у Марвел. Потому что, насколько мне известно, их сериалы тоже будут стилистически разными. Локи, комедия про путешествия во времени и реальности. Ванда-Вижн должна начаться как мелодрама и стать ужасом. Ну а Сокол и Зимний Солдат это боевик. И как по мне, это прекрасно. Потому что никто не останется ни у дел, и все будут довольны. Но вернёмся к нашей красавице Харли. И подытожим. Комиксы про неё я не читал, а поэтому про точность её переноса на экран я сказать не могу. И как я уже говорил, перед тем, как начать смотреть, вам желательно знать хотя бы минимум про этого персонажа. Ну а если эта вселенная вам знакома, и вам хотелось бы взглянуть на неё по-новому, в свете шуток ниже пояса и чёрного юмора, то вам должен понравиться этот мультсериал. Ну а что по минусам? Лично я их не увидел. Нет, конечно, если вы против всего вышеперечисленного в обзоре, или, например, по вашему мнению, мультики только для детей, то посмотрите вместе с вашим ребёнком флэшпоинт или убийственную шутку. Ну а с вами был Кин, и всем большущее спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, будете смотреть этот мульт или всё же не. Ну а если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдёте ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен за подписку. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и... Да, ну как тебе? Ладно, сойдёт. Но ты же помнишь, что скоро выходят хищные птицы? Я как бы ни на что не намекаю, но моя бита сейчас как раз под рукой. Думаю, ты всё понимаешь. Созвонимся, чмоки-чмоки. Потратил лучшие годы своей жизни на сраного клоуна. Ой, бедная несчастная. Я 10 лет рос в парке для собак. Вот насрёт тебе Сан-Бернар на лицо. Тогда и поговорим.